Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калинин Красный. И сегодня у нас в обзоре замечательный набор Лего серии Марвел под артиклом 76194, который называется у нас «Железный человек Тони Старка» на Саккаре. В наборе у нас 369 деталей, 3 замечательные мини-фигурки и рекомендованная розничная цена его 2999 рублей. Ну, что это вообще у нас такое? Откуда это? Это у нас по сериалу «Что если?», замечательный сериал, который недавно закончился. Замечательно прошел, по-моему, понравился всем фанатам. Лично мне очень сильно понравился, если оно тоже, напишите в комментариях, каково ваше мнение, если вы его смотрели. Вот, и об этом нам, соответственно, говорит логотип «Что если?», сам наблюдатель тут сбоку такой интересненький, он здесь такой комиксовый, нелеговский, и тоже логотип внизу тоже в наблюдателя. Вот, это у нас была такая серия комиксов у Марвел «Что если?», где у нас, скажем так, разные персонажи менялись местами, ну, в общем, были альтернативные вселенные, альтернативные версии, альтернативные ветви. Был злой Доктор Стрэндж, Черная Пантера, которая была Звездным Лордом, ну и всякая такая интересная альтернативная версия. Конкретно, конкретно данный эпизод, он нигде в сериале не был, так как у нас в сериале всего лишь 9 серий, но было отснято чуть больше, санимировано, но, насколько я знаю, они покажут данный эпизод в 10 эпизоде, а вот это, фу, во втором сезоне, вот этот фрагмент, его вырезали, но все-таки немножко он, по-моему, в 9 серии появился, появился у нас Тони Старка вот в такой броне и вместе с Гаморой. Да, была вот такая интересная история. промежуточка небольшой с вот этим мехом, вот. Это так частенько бывает, что Лего сначала скидывают всякие, ну, предварительные эпизоды, предварительные кадры, они по ним делают набор, а потом может оказаться, что в фильме или в сериале этого не было, потому что это вырезали еще как-то, повлияло по-другому, но набор при этом упустил. Такое бывает у Лего. Вот, что у нас здесь в наборе? Набор прекрасный, он удивительный тем, что в нем очень хорошие мини-фигурки. Во-первых, это Наблюдатель, я не помню, честно, был ли он раньше до этого в Лего, не знаю точно. Потом Валькирия, это немножко другая Валькирия, измененная не как в наборе Протвора, она другая. И сам же этот человек Тони Старк. У меня не было Тони Старка именно такого, не в броне, я очень сильно его хотел. Хотел я Тони Старка и Наблюдателя. Вот я их получил, наконец-то. Что у нас на обратной стороне? На обратной стороне у нас очень интересные функции. Набор реально очень играбельный, потому что можно вот этого меха нашего Тони Старка трансформировать вот в такую машинку и, наверное, кататься, играться, не знаю. В общем, соберем, посмотрим, раскроем. Вот, также, что интересно, леговцы очень сильно полюбили, полюбили делать мехов Железного Человека, очень что-то в последнее время их часто выпускают, делают, но я думаю, вполне это оправданно тем, что он фигурки, получается, ну, фигурки, сам мех получается очень таким играбельным. Что ж, ребят, давайте его вскроем, посмотрим, сколько там нам положили воздуха и вообще пакетиков. Так, ну я могу сказать, что по заполням с ним у нас где-то так, но я вам лучше три пакетика, наверное. Так, у нас третий пакетик, ага, видим. Первый, второй и инструкция с наклееками. Да, здесь полно наклеечек, но я их буду клеить, потому что без наклеек, я думаю, эти фигурки не будут. Фигурка, это будет не так интересно выглядеть. Вот такие вот наклеечки и вот такая вот у нас инструкция, ну, почти с весь набором, можно было сделать еще больше. Так, у нас здесь по традиции, естественно, функции, все как располагается, все как собирается, ничего такого интересного, ультскульного в наборе нету. Три пакетика и должны быть новинки года, да? Или нет? Да, есть? Ага. И вот такие у нас тут четыре новиночки, но я думаю, что я куплю две еще точно из этих новинок, потому что, ну, больше ничего сильно не привлекает по Марвел. Вот, и вот так. Ну, давайте соберем, посмотрим повнимательнее. Так, ребят, ну, что могу сказать? Отлично, супер, просто очень удачно, очень отличная, удачная цветовая гамма, отличнейшие мини-фигурки, набор себя очень полностью дополняет, очень игравельный, очень функциональный. Ну, давайте начнем. Начнем мы с мини-фигурок, начнем мы с Тони Старка. Замечательный Тони Старк, очень отлично, это мой первый Тони Старк не в костюме Железного Человека. Здесь у нас имеется принт на свитшоте, сзади у нас, ну, такие небольшие замятинки и ничего более. Ну, в принципе, можно было, конечно, что-то добавить на ногах, но Лего только не делает. У нас имеется два выражения лица, естественно, такое более компьютерное, с Джарвисом. С пятницы, наверное, скорее всего, все-таки в пятницу там уже была. Вот, отличный Тони Старк, мне очень нравится, ну, такой классический. По-моему, подобная версия была в другом наборе. Следующая мини-фигурка у нас Валькирия, она у нас отличается от предыдущей версии из набора по Тору Рагнарёку. Здесь у нас из аксессуаров бутылка имеется и меч, ну, по-моему, они там с горя пили, то, что Асгард у них пропал, он его уничтожили. Отличные принты, конечно, можно было добавить на ногах, но это не супер коллекционный какой-то набор или супер, супер ультра коллекционная фигурка. Одно выражение лица и сзади у нас имеется вот такой вот принтик. Ну и следующая шикарнейшая у нас мини-фигурка, ради которой, конечно, стоил весь сырбор, это у нас Наблюдатель. Это герой киновселенной Марвел, который у нас может только наблюдать и не вмешиваться в события, как мы это узнали по мультсериалу. Тоже хорошая фигурка, конечно же, хотелось бы добавить каких-то принтов на ногах. Здесь у нас одна рука у нас у него, как и в мультсериале, она оголенная, другая у нас в костюме его, в плаще. Замечательнейший у нас тут плащ, состоящий из двух накидочек вот таких интересненьких, очень даже каноничных, потому что здесь только был вырез. Сзади тоже у нас имеется вот такой вот принтик. Ничего, конечно, более нету, но у него там больше ничего, кроме такого костюма и аксессуаров, не было. Отличная мини-фигурка. Не помню, выпускала ли Лего такие подобные, была ли раньше его версия, но в коллекцию для коллекционеров серии Марвел я думаю, это точно топ. Ну и сам мех, ребят, он реально шикарен, он очень красочный, наклейки подобраны очень хорошо, они здесь реально хорошие, куда приклеиваются они соответствуют цвету. Ну, конечно, есть небольшие такие, скажем, огрехи, но очень красочно, без них, наверное, набор бы не выглядел таким прикольным. Им хочется играть, им хочется двигаться, прям, ну, очень играбельно получилось. Конечно, хотелось бы мне сравнить с предыдущими версиями, я не такой фанат серии Лего Марвел, но, возможно, я, может быть, бы приобрел другие версии, чтобы сравнить, потому что что-то в последнее время я заметил тенденцию, что Лего по серии Марвел ударились по мехам Железного Человека. Интересно бы также его сравнить с мехом Стива Роджерса, Капитана Америки, который у нас не Капитан Америка, по сериалу. Вот, ну, по функциям, во-первых, очень радует, что полностью у нас вот так вот двигается вся фаланга, двигается каждая палец, это прям огонь, топ. Также двигается полностью рука, вот так в 360 она вращается, но это добавляет функции, то есть я думаю, что сюда можно вполне поставить фигурку, мы это чуть позже попробуем. Также по ногам, ноги у нас вот так вот полностью крутятся, сгинаются вот здесь, то есть можно и принять какую-нибудь интересную позу, но вы увидите сами. Сгинается, полностью опускается, шикарно, шикарно. Естественно, она не вываливается, потому что это такие вот детальки классические, ну, такое бывает, это добавляет функции играбельности. Сзади, что у нас сзади, вот так у нас выглядит сзади наш мех, вот эта штука у нас отстегивается, она у нас будет применяться для того, чтобы сделать машинку из данного меха. Также сзади, вот я не знаю, честно, зачем вот эти крылья, но они прикольненько смотрятся, не знаю, зачем. Интересненький здесь у нас колеска. Вот, по функциям, как у нас туда помещать Тони Старка, открывается у нас вот так вот сама голова и сюда вставляется мини-фигурка. Все отлично, все супер, вот так закрывается и обратно все у нас закрывается, помещается. И вот так выглядит у нас мех с нашим Тони Старком. Ну, его там, в принципе, не видно, но это, я считаю, огонь. И вот так у нас помещается в руки мини-фигурка. Это очень, я считаю, классная играбельная функция. Если вот так трясти, вроде не падает. Ну, это огонь, очень. Ну, сами видите, все полностью двигается, все отлично. Упало. Все отлично, все прям топ. Ну, молодцы, дизайнеры проработали данную модель, но, наверное, уже были наработки по предыдущим мехам, и поэтому он вышел таким удачным. Мне очень нравится данный мех. Вот так выглядит у нас функция трансформации в машинку, но довольно-таки прикольненько. Довольно-таки прикольненько. Машина, конечно, не инерционная, но вполне себе играбельная и имеет небольшую инерцию при толчке. Вот так выглядит она. У нас здесь откидываются ноги, две ноги откидываются, и руки, и вот так, в принципе, ну, именно пальцы, и вот так трансформируются. В принципе, интересно, довольно-таки, довольно-таки играбельно, я думаю, для детей самое то, собрать машинку Дани Старка и играться ей. Ну, прикольно, прикольно, молодцы, леговцы. Ну, и что я могу сказать по итогу? Леговцы молодцы, получился очень удачный набор, очень красочный, очень отличный мех, полностью крутится, вращается. Для фанатов Marvel я точно рекомендую к приобретению, потому что я его купил, ну, посчитайте, в половину стоимости от розничной цены. За полторы тысячи даже, чуть большего сейчас можно купить, поймать, там к Новому году точно будет стоить так же. И так же тем, кто, ну, не особо фанатист от Marvel, но можно коллекционировать фигурки, тоже рекомендую. Фигурки здесь отменные, все три точно идут в коллекцию, ставятся на полочку и стоят, скажем так, пыляться. Также рекомендую данный набор для ребят, которые делают самоделочки на донорские детальки, разобрать этот набор, он очень красочный, очень интересный, здесь интересный механизм, я думаю, они обратят свой взор на этот наборчик и могут его приобрести. Ребят, 10 из 10 определенно леговцы молодцы. У меня на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем новенькие лего и его аналогов. Всем пока!